Привет, ты ждешь от Кадырова денег? Привет. В каком смысле мне их от него ждать? Я бы, конечно, не против был бы Кадырова обуть на какую-нибудь крупную сумму, но вот прям ожиданий какого-то нет. Скажи, пожалуйста, почему Кадыров назначает своего младшего сына? У него же есть старшие сыновья. У старших сыновей нет такой проблемы с такой дырки и репутацией, как есть у этого младшего, поэтому именно его сейчас нужно спасать. Накорми бездомных животных, если не сложно. Дай Бог, чтобы Адам Кадыров до тебя не добрался, а то придется медаль от правительства Швеции. Давайте начнем этот эфир с хороших новостей, с хорошей новости. Знаменитый кадыровский отпрыск, известный по прозвищу Шахвзаде, а также он известен под другими кличками, которыми он сам себя называет, например, как прозвище Дустун, либо под другими прозвищами, которыми его нарекли различные кадыровские коллеги, как, например, прозвище Дуслык. Это, значит, Адам Кадыров. Вчера пришла новость о том, что Адам Кадыров назначен на ответственную должность в республике. Он теперь занимает позицию начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова, разумеется. Почему эта новость хорошая? Ну, во-первых, она смешная, как минимум, она абсурдная, это какой-то сюрреализм. В принципе, над этим можно посмеяться, значит, уже хорошо. Во-вторых, в этом есть и какие-то хорошие такие нотки, потому что на должность обеспечения безопасности Кадырова назначен человек, который не смог справиться с безопасностью собственного целомудрия, не смог удеречь свою спину, если ты понимаешь, о чем я, Ченгиз Ахмадов иллюзионист. Так вот, есть надежда, что человек, который не справился с безопасностью собственной, причем в таких вопросах, очень важных, очень щепетильных таких, есть надежда, что он не справится также и с безопасностью самого Кадырова, старшего, в смысле Рамзана, своего отца. А так как мы с вами заинтересованы в том, чтобы безопасность Рамзана Кадырова была не на лучшем уровне, я думаю, для нас это хорошая новость, что обеспечивать безопасность Кадырова теперь будет его сын, который не очень хорошо справляется с подобными задачами. Поэтому, кто его знает, возможно, нас с вами ждут какие-то хорошие новости, будем наблюдать. Вообще, в целом, эта новость, конечно, это полный бред в контексте вот этих вот событий, всего, что там происходит с этим Кадыровским отпрыском. После этой знаменитой истории в дубайском отеле, когда репутация уже непоправимо продырявлена, я бы так сказал, все вот эти вот попытки как-то выправить эту ситуацию Кадыровым, сначала там дать ему избить... Нет, сначала написать посты, хвалебные посты в адрес этого шау-заде. Когда это не помогает, тогда дать ему избить в грозненском СИЗО человека, сжегшего карат. Затем, когда и это не помогает опубликовать видео, как он его избивает, когда и это не помогает целую кампанию по обелению, по героизации этого парня запустить в подконтрольных себе СМИ, когда и это не помогает просить различных глав других регионов, чтобы они какие-то там награды дали этому отпрыску. На эту просьбу некоторые откликнулись, как, например, глава Татарстана или глава Карачаева Черкесии. Но были и те, кто не откликнулись, которые по понятным причинам подумали, что это какой-то полный абсурд, как, например, Кабардино-Балкария или Адыгея. Не захотели вписываться в эту абсолютно позорную историю и не стали ничего присваивать Кадыровым-младшим. И вот когда и это не помогает, теперь этого подростка, точнее, назначают на государственную должность, причем очень даже такую ответственную в нормальном мире, а не в Кадыровсах. И, видимо, есть надежда, что это поможет выправить ситуацию. Но я очень сомневаюсь в этом. Хочется даже как-то уже пожелать ему, чтобы ситуация как-то выправилась. Но я думаю, что невозможно, нет такой возможности. Уже все упущена ситуация. Надо будет все равно, рано или поздно, надо будет как-то подойти к вопросу смерти Абдул-Керима Идилова, моего друга, с которым мы должны были кататься на машине. Я должен был катать его рядом из-за тебя, когда вероятно, что его убил, я не смог его покатать. Придется подойти к этому вопросу, рассказать, почему ты его убил, рассказать о гибели личного охранника Адама Кадырова, Мурада по кличке Барс. Надо будет к этим вопросам все равно подойти, вернуться. Надо будет это проговорить. Как бы вы ни пытались это умолчать, как-то по-детски героизировать этого пацана, все равно все вопросы будут возвращаться вот к этому убийству, к этой ситуации с этими приближенными к тебе людьми. Без того, чтобы проговорить это, без того, чтобы объяснить людям, что произошло, не получится эту историю замять. Скажи, пожалуйста, почему Кадыров назначает своего младшего сына, у него же есть старшие сыновья. У старших сыновей нет такой проблемы с такой дырки и репутацией, как есть у этого младшего, поэтому именно его сейчас нужно спасать. Там, понимаете, такая проблема, которая до конца его дней будет его преследовать. Произошло непоправимое, к сожалению. В нашем мире эти вещи нельзя поправить, нельзя никак исправить. Никакими медалями героев ничем нельзя это исправить. И это произошло. Но Кадыров тщетно все равно продолжает эти попытки залатать вот эту дыру его репутации. Монсон. Тумсо, как, по-твоему, у Кадырова получается вести переговоры с Путиным, так как Путин очень сильный политик, по моему мнению, он лучший в мире, и я бы не завидовал Кадырову. Ты как оцениваешь Путина? Он хорош? Ну, когда Путин говорит с Кадыровым, он очень хорош, потому что, мне кажется, это вообще идеальная картина, когда Путин разговаривает с Кадыровым. Кадыровым, это такой внучок, который пришел к дедушке, получил плохую оценку, или наоборот, хорошую получил оценку, и он перед ним хвастается, говорит, смотри, деда, я сегодня получил пятерочку. И дед такой смотрит, говорит, молодец, молодец. Мне кажется, это идеально. Генпрокуратура приносит официальные извинения детям Кадырова и их отцу Рамзану за то, что законы РФ запрещают представителям власти и их детям пытать и избивать беззащитных осужденных. Присоединяемся к этим извинениям. Накорми бездомных животных, если не сложно. Дай Бог, чтобы Адам Кадыров до тебя не добрался, а то придется медаль от правительства Швеции. Хорошо, try to catch me. Я благодарю тебя. Правда, я не видел здесь бездомных животных, в Европе их не бывает. Я накормлю своего кота. Он домный, но это тоже животное. Если ты не против, я его накормлю. Обычно я его не кормлю, но раз ты попросил, я его накормлю. Саламу алейкум, Тумсо и Ахшбатру. Дозвание Героя России Адаму Кадырову осталось избить пять человек. Дмитрий Исков. Алейкум ассаламу рамату ла баракату. Баракуллаху фиг, брат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова